МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Костры они стирают руками и не ездят на лошадях между городами и странами. Даже коммунальные платежи можно оплатить со смартфона, например, благодаря приложению Smart City. Умным становятся буквально все. Чайники, утюги, пылесосы, а теперь и ключи. Стать умнее ключам поможет специально разработанный брелок, который никогда не потеряется и всегда напомнит закрыть дверь. Гаджет имеет специальное крепление с выкидным механизмом, которое подходит для большинства ключей. Сам брелок подключается к смартфону по Bluetooth и синхронизируется с приложением. Устройство запоминает, что в определенное время пользователь открыл или закрыл дверь и ведет учет. Если человек задумается, закрыл ли он дверь, то проверить это можно в приложении. Но это не понадобится, потому что приложение автоматически отправит уведомления, если выйти из квартиры, не закрыв дверь на замок ключом. С брелком проще найти ключи дома. Нужно будет нажать на кнопку в приложении, и они начнут вибрировать. Аккумулятора в разработке хватит примерно на год работы, потом его можно заменить. А если его потерять, то в приложении запишется последняя точка на карте, где было потеряно соединение с ним. Стоит такой брелок 39 долларов. На краундфандинговой площадке проект собрал 15 тысяч долларов вместо 10. Настолько он приглянулся потенциальным покупателям. Только всем желающим приобрести брелок придется подождать. Запуск в массовое производство ожидается только в марте 2019 года. Узнать, сколько времени потрачено на просмотр видео, станет возможно благодаря обновлениям сервиса YouTube. Уже с сегодняшнего дня каждый любитель видеоблогов может точно узнать, сколько времени у него уходит на просмотр свежих выпусков любимых авторов. Для того, чтобы функция подсчета времени работала в YouTube-аккаунте, должна быть включена функция записи истории просмотра видео. Нажав на иконку профиля, вы получите доступ к меню «Ваше время просмотра», где собрана информация о том, сколько именно вы смотрели видео сегодня, вчера и за последнюю неделю. В том же меню подсчитывается среднее ежедневное значение времени просмотра видео, однако оно может значительно увеличиться. Это связано с еще одним дополнением – невозможностью пропустить рекламу. Этой опцией смогут обзавестись воспользоваться все владельцы каналов, разрешившие показ сторонней рекламы в своих роликах. Это поможет увеличить монетизацию сервиса и повысит доход от создания контента. Пока что большинство рекламных сообщений можно пропустить уже через 5 секунд просмотра, но согласно новым правилам, этот интервал будет увеличен до 15 секунд, а в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также в Индии, Малайзии и Сингапуре – до 20 секунд. Турецкий дизайнер решил видоизменить современные ноутбуки. В сети появилось видео пока не существующего MacBook Pro. Внешний вид устройства производит неизгладимое впечатление. В новой концептуальной разработке клавиатура представляет собой единую сенсорную панель с возможностью вывода на нее различных приложений. В ниже панели приложений находится стандартная полноразмерная клавиатура, которая изящно прячется под трекпадом, перенесенным на правую сторону. По сути, ноутбук имеет два экрана, один из которых играет роль клавиатуры. Конечно, вряд ли Apple в ближайшее время откажется от физических клавиш, но рано или поздно это все равно произойдет. Автор видео вряд ли. Можно его назвать фантазером, скорее стратегом, который своим виденьем подкинул идеи производителям ноутбуков. Таковы главные новости IT-индустрии в данной минуте. Оставайтесь в курсе событий информационных технологий вместе с нами. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok